Меня зовут Елена. Я хочу рассказать о гибели своей сестры, которая произошла 26 июля 2020 года в городе Воронеже на улице Владимира Невского. При загадочных обстоятельствах моя сестра выпала из окна четвертого этажа. В квартире находилась она, ее сложитель, гражданин Армении. Сложитель утверждал, что он не видел и не знает, что произошло, как моя сестра могла выпасть из окна. Однако до этого соседи слышали на протяжении часа ссоры, крики, ругань, драку в квартире. После чего услышали, как падает москит на сетку, услышали визг и удар по землю. Соседи сразу выбежали на улицу, начали вызывать скорую полицию. Арменин же спустился вниз только через 10 минут после того, как уже все произошло. Утверждал, что он был в душе, ничего не слышал, не видел. Хотя соседи говорят, что он вышел сразу в одежде, не явно после душа, говорил уже по телефону, кому-то звонил. И вообще неизвестно, чем он занимался в квартире, 10 минут. Скорая приехала, мою сестру отвезли в БСМП номер один. Арменин поехал в своем, на своем транспорте в больницу. В 9 часов 5 минут моя сестра скончалась. Через неделю было возбуждено уголовное дело по статье 110-й доведения до самоубийства. Подозреваемый явился только на первый допрос. Дал показания, которые после были опровергнуты и соседями, и другими лицами, которые знали и видели их в этот вечер. И на единственный допрос явился и скрылся, и больше на связь не со следователем, ни с кем не выходил. 21 августа был объявлен розыск. Позже, когда начали разбираться в жизни, в том, что произошло в жизни, что происходило у моей сестры, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 117-й, часть 2-я, истязаний. В отношении армянина проведенные экспертизы, которые проводились в Воронеже, ясных призумений и объяснений не дали. Здесь чем была назначена ситуационная экспертиза в городе Москве, из которой следует, что статья 110-й будет переквалифицирована на 105-ю статью «Убийство», где из этой экспертизы следует и видно, как, что произошло на балконе 4-го этажа, и что-то на самом деле было. Уголовный розыск уже год ищет этого человека, никаких известий о нем не предоставлено, говорят, что нигде его не видели, не слышали, ни с кем он на связь не выходит, ни с кем он не созванивается. Только якобы родственники его через адвокатов выходят на связь иногда со следователем, где этот человек в настоящее время неотвезда.